Всем здрасте! Что-то мне пробралось сделать вам видео на фэшн-тему. Как говорит мой муж, никакой я не бьюти-блогер. Видимо, сегодня я буду доказывать, что его теория правильная. И сегодня я вам решила показать основу своего базового гардероба. Базовый гардероб, по-моему, такая тема, которая никогда не кончается. Всегда мы подбираем и заново собираем какие-то новые атрибюты базового гардероба. И сегодня мы поговорим о обуви на лето. Все обуви я разделила на 5 категорий. На что нужно приглядеться, присмотреться, что выбирать, как выбирать, что модно, что менее модно. И сегодня поделюсь с вами своим мнением. Первую пару, которую я выбрала, которая абсолютно must have для лета. И сразу вам хочу отметить, что поскольку я живу в Израиле, в жаркой стране, где относительно жаркий климат, и относительно жаркий климат, то наша вся погода вообще круглый год делится на холодное время, на теплое время, на смене. Есть это межсезонье, потому что у нас межсезонье проявляется тем, что один день может быть очень холодно, а другой день может быть очень жарко. Поэтому все, что я вам сегодня покажу, это будет касаемо теплого времени года. И как-нибудь я сделаю видео касаемо холодного времени года. Так вот, первый must have на лето, что обязательно должен быть у каждой девушки в гардеробе, это кеды. Кеды это вообще, по-моему, незаменимая вещь, она должна быть у каждого. Я вообще смотрю с такой позиции, что выбирайте классику, даже в трендах выбирайте классику. Поэтому я себе абсолютно недавно, кстати, их купила, до этого я носила другие кеды из другой сферы. И вот в этом году, в прошлом, решила попробовать эти, и от них без ума, они подходят много к чему. Они смотрятся круто, стильно, и, по-моему, мода на них никогда не проходит. Я иногда смотрю старые фильмы, там, не знаю, 80-х годов, и там есть эти кеды, и поэтому они просто forever, как говорится. Следующий must have в моем обувном летнем гардеробе, это, конечно же, семейство макосин. И тут я все сложила в одну кучу, кто-то, может быть, скажет, что нужно одно и то, и это, каждый решает для себя макосины. Я не могу без макосинов. Вот это вот мои самые любимые макосины всех времен и народов, и мне не важно, кто что про них говорит. И мода выходит, мода заходит. Вот это самые мои любимые макосины. Лоферы, балетки, что у нас еще есть в эту тему, можно в это семейство, можно заснуть из-под рилей, которые сейчас очень модны везде. И самое время, если вы хотите какой-то попробовать тренд, зайти в магазин, купить из-под рилей, ходите. Они стоят дешево на лето, можете поносить, поэтому выкинуть. Самое время, как говорится, попробовать этот тренд. В общем, я считаю, что у каждого должен быть в гардеробе хотя бы одни макосины в плане цвета. Я советую летом обратить внимание на нюдовые цвета. Найдите правильный нюд для вашей ноги. Правильный нюд будет смотреться на ноге лучше любого черного и белого цвета. По поводу черного и белого цвета, тут у меня немного сомнения. Не, я считаю, что черный цвет все-таки должен быть у каждого тоже в гардеробе. Но что-то одно, два. Я не считаю, что черный цвет подходит под все. Я вообще не любительна черного цвета. И до буквально недавнего времени у меня ничего черного вообще и забыли не было. Я люблю на лето и советую серый цвет. Цвет камель. Такой вот, ну вот этот цвет камель есть. Такой более-менее коричневый, шоколадно-светло-молочно-шоколадный. Нет, ну даже не молочно-шоколадный. Более светлый цвет камель. Летом пастельные цвета очень красиво будут выглядеть на ноге Красный, фиолетовый, потому что жаркая погода Цветите, одевайте красивые цвета Поскольку это лето, давайте перейдем на сандалии-босоножки Тут я все сандалии-босоножки, почти все, подложила под одну кучу, под одно семейство Их есть масса разных Главное, подберите под себя, под вашу ногу, что вам удобно Не смотрите в этом плане на моду То есть смотрите на моду, но вместе с тем пытайтесь подобрать под вашу ногу Под ваш подъем, под вашу ширину, под вашу узкоту ноги, под все Потому что если вы будете только гнаться за тем, что сейчас модно, стильно И что есть везде, и что все носят, и во всех журналах Не обязательно, что на вас это будет смотреться красиво Если на вас что-то будет смотреться неаккуратно, некрасиво и непонятно как То уж точно, даже если это самый песк моды, на вас это модно смотреться не будет В плане сандалии хочу показать вам примерно, как мне кажется Что актуально, что модно и что уже несколько сезонов все время в теме Конечно же сандалии в виде двух ремешков Я люблю Birkenstock Опять же я возвращаюсь в ту тему, когда я придерживаюсь классическим моделям, классическим маркам Но тут сейчас рынок забит такими ботинками Поэтому ваше дело выбирать, что вам нравится, что подходит Тут вот они одни из моих первых черных У меня еще есть одни черные, которые я вам покажу И на этом все, больше черных обуви у меня нету на лето Следующие сандалеты, которые тоже никогда из моды не выходят Я кстати, по-моему, ничего не сказала ни про каблук, ни про танкетку Тут я тоже вам хочу сказать Я очень часто смотрю, что когда я смотрю такие видео, то говорят блогеры Не важно, кто пишет разные журналы Обязательно, чтобы в вашем гардеробе был каблучок такой, каблучок такой, танкетка такая Но я немножко с этим не согласна Поскольку мы живем каждый в разной стране Мы живем каждый в разном обществе Мы живем каждый в разных условиях В разном климате Нельзя подобрать для всех одно и то же Я, например, летом в Израиле вообще не могу ходить на каблуках Несмотря на то, что зимой я только хожу на каблуках Летом я не могу здесь ходить на каблуках Жарко, влажно, неудобно Все не так Поэтому для меня летом каблуки абсолютно не актуальны Может быть, если вы живете в холодных странах, на это будет наоборот Для вас летом каблуки, танкетки, платформы будут абсолютно, да, актуальны Поэтому здесь я считаю, что нет правил Я считаю, что вы должны подбирать, что вам удобно, как вам удобно И, знаете, есть хорошая реклама у одной из израильской фирмы Тевенаот Они говорят Ты красива, когда тебе удобно Вот этот слогин очень мне как-то впился в голову Поэтому ищите такую обувь, которая на вас будет смотреться и красиво, и вам будет в ней удобно Возвращаемся, что никогда не проходит, что актуально Актуальны вот такие вот сандалики Минимализм всегда будет в моде, всегда будет стилен Я не перестаю себе повторять, что less is more Или, как говорила Куко Шанель Перед тем, как ты выходишь из дома, посмотри на себя в зеркало и с ними один лишний аксессуар Вот, поэтому минимализм я люблю И вот такие вот сандалики с одним ремешком спереди Никогда не выйдут из моды Они всегда модны, они всегда актуальны Вот это мой единственный небольшой каблук, который могу носить летом Кстати, вот этот красный цвет, что я вам говорила, обратите внимание на красный цвет Этот красный цвет идет совсем абсолютно С джинсами, с платьями, совсем Он смотрится прикольно, стильно И, кстати, этот сандаль, конкретно это сандаль от Sam Edelman Он уже пару сезонов, очень актуален Его цена не падает вниз, и на скидках его почти невозможно купить Поэтому это тоже показывает о том, что есть какая-то тенденция покупки таких сандалей Следующий сандаль, что я тоже советую посмотреть, что тоже почти всегда актуален Ти-образные сандали, то есть у нас есть перекладинка и буква... В общем, как буква Т И здесь вот полосочка вверх к лодыжке Такие сандали, очень много сейчас их есть на каблуках, на красивых высоких каблуках Если вы любите каблуки, вперед дерзайте У меня, как вы видите, все без каблуков, потому что, как я вам сказала, не могу ходить на каблуке Ти-образные формы есть разные Это, например, идет здесь полоска, и она идет более к лодыжке поднимается Ти Есть и обратное, что у вас вся нога голая, и только через большой палец И все остальные пальцы идет, ну, как бы полосочка, и потом эта перекладинка уже более здесь Есть разные, мерьте, проверяйте Помните мой совет с прошлых модных видео Мы не покупаем ничего, что на нас смотрится так себе Мы покупаем только то, что мы говорим, вау, это красиво Следующий вид сандали, что мне кажется, что должен быть у каждой, и который я очень люблю, и который уже относительно давно пришел к нам в гардероб, и он никак-то не выходит И мне кажется, есть такие тренды, которые заходят, и не выходят, и остаются Вот мне кажется, этот тренд уже относительно очень давно Я помню, что первый раз я этот тренд попробовала лет так 7-8 назад в Израиле, как минимум И с тех времен этот тренд, он здесь, и он не уходит, и он все прорастает, и что-то новое появляется Я говорю о гладиаторах Теперь, есть миллион разных гладиаторов Миллион разных видов И опять же, я за классические какие-то Но опять же, будьте индивидуальны Выбирайте даже те классические модели, такие, которые подчеркивают вашу индивидуальность Говорят, кто вы Как говорится, по одежке встречаешь Поэтому пусть ваша одежда рассказывает окружающим, кто вы У меня вот, вы их, кстати, видели, по-моему, в последнем влоге Вот эти вот, им 100 лет в обед Я их купила по дикой скидке Они мне стоили, я не помню даже сколько им стоили, по дикой скидке Эта фирма уже больше не производит такой качественной обуви, как она произвела эти Я их купила, по-моему, лет так 6 назад Если близко присмотреться, может быть, они немножко уже неподобающе выглядят Но вместе с ним я их обожаю Они тоже на маленьком каблучке Опять же, из той серии каблуков, которые я, да, могу носить летом И еще один вариант гладиаторов И, кстати, вместе с трендом, который тоже последние года на наших прилавках Такой вот сандаль, мой второй черный сандаль, больше черного у меня нету Который идет, знаете, с таким вот, с такой бахромой, с тесьмой, как вы это называете Видите, это тоже а-ля гладиатор Это не совсем стандартный гладиатор Такой кожаный на веревках и тому подобное Но это что-то наподобие гладиатора, который идет с тесьмой Незаменимый Вот этот сандаль незаменимый Я его купила 2 года назад Он мне служит отлично, кроме как здесь Я постоянно цепляюсь и здесь царапаюсь Когда этот сандаль износится, я куплю все точно такой же Потому что он просто, ну, идеальный сандаль по ноге Как он смотрится, под что он подходит, как он выглядит И все-все-все в нем идеально И он уже лет в 5 раскупается на нет Я его постоянно вылавливаю Хочу постоянно выловить его на скидку, но никогда это не получается В общем, идеальный сандаль И последнее на сегодня, последнее семейство Это семейство трендовых Теперь, что значит тренд? Есть много трендов, вы видите тренды на подиумах Вы видите тренды в магазинах, то есть в журналах Вы видите тренды на бьюти, нет, на бьюти На фэшн-блогерах Вы видите на знаменитостях Есть много разных трендов Но также, помимо всех этих трендов, которые мы видим на телевидении, в медиа Есть тренды по странам То есть не обязательно то, что вы носите, например, в России Что в России подходит, будут носить и в Израиле Есть такие вещи, которые в Израиле Хотя в мире это не тренд В Израиле, например, это тренд Что я подразумеваю под словом трендом? Например, позапрошлом году, по-моему, или в прошлом году В Израиле зашел пик клогов Я не точно не уверена, как это называется на русском Клоги это с деревянной подошвой Обувь с деревянной подошвой Зашла мода клогов Она до сих пор И даже если эта мода выйдет Я не знаю, почему меня этот местный, так назовем, тренд Очень затянул Мне безумно нравится эта обувь Мне безумно нравится, как это выглядит Это пришло к нам с Швецией Швеция, это, по-моему, тренд, он никогда не уходил И все знаменитые клоги, они шведские У меня тоже шведские, но какие-то такие Какой-то дешевый компания Потому что есть House of Chot Не помню, как сейчас называется тренд Он самый популярный в плане этих клогов Как они называются по-русски? У нас они называются клоги, по-моему В любом случае, это тренд, который захватил Который в Израиле стал популярен Здесь, сейчас, по-моему, их продают в очень многих магазинах Я себе купила, но, опять же, видите Купила себе классический вариант клогов Для того, чтобы я смогла в дальнейшем в них ходить Для того, чтобы они, как-то, знаете, после сезона Мне не захотелось их выкинуть Или, например, еще один тренд Который полностью захватил весь Израиль Опять же, не знаю, есть ли это в России Нет ли этого в России Хотя у русскоязычных я не особо это видела Но я думаю, что тоже есть Это аварки Я видела их в Испании У меня папа живет в Испании И в Израиле уже второй год Они просто все магазины ими забиты Есть разных фирм Оригинальные, неоригинальные В общем, всякое такое И тоже, вы точно знаете, что меня этот тренд покорил Потому что у меня есть таких 4 пары Я не знаю, когда этот тренд от нас уйдет Но пока 4 пары Я очень им довольна У меня даже есть подруга, которая выкинула всю свою обувь Сказала, мне ничего не надо Купила таких пар 8, по-моему, всех цветов радуги И с ними только ходят Но так вот не делайте Я ей не советовала это тоже делать Но она так сделала Так не делайте Потому что тогда гардероб будет скучным И последнее, что я тоже занесла в семейство трендовых Понятно, что летом у нас есть много разных Свадьб Разных событий Событий, важных событий И нужна какая-то такая более интересная обувь Я вообще не сторонник того, чтобы покупать обувь отдельно на выходы Отдельно на каждый день Да, конечно, должно быть какое-то минимальное разделение Но в общем-то, я за то, чтобы обувь носилась постоянно А не для того, чтобы покупать, ставить или носить Но вместе с тем В тренд я засунула разные интересные босоножки Которые могут вас выразить и показать ваш стиль Вашу самодостаточность, вашу индивидуальность Вот, например, вот эти Я их одевала всего пару раз Я их обожаю Их просто, их обожаю Они выглядят супер, может быть, какими-то непонятно Трендовыми И вообще, кто в таких входит Да, вместе с тем, они у меня уже три года А, кстати, вот эта форма обуви сейчас тоже в сезоне Я не знаю, как она называется Что спереди все закрыто Нос открыт, спереди закрыто И сзади ничего нету И на каблучке очень часто с теми И каблук сейчас толстый, объемный в теме И платформа возвращается в тему В общем, если вы будете, как я вам говорила По-классическому смотреть на вашу обувь И по-классически ее покупать То вы будете в тренде И в теме все время И вам не придется как-то там бежать И следить за трендами Хотя я понимаю, что в повседневной жизни Кто уже бежит и смотрит за трендами С этой обувью, поскольку она такая, знаете Динамично активная С ней можно надевать абсолютно все, что вы хотите Потому что она цветная Тут много цветов Под нее любое стандартное Простое, черное, белое, зеленое, красное Любое платьице Будет смотреться просто-просто обалденно Единственное, что здесь каблук дико-дико-высокий Я на нем еле стоять могу Ну что, это был топ-5 Мастхэбов обуви на лето Который, как мне кажется Должен быть у каждой в гардеробе Понятно, что я это вам раскрыла И то, и то, и это Вы, может быть, у кого есть возможность Покупайте все и то, и то, и это Но вместе с тем Если вы хотите Чтобы у вас был минимальный Базовый гардероб обуви Как я сказала Кеды, лоферы Сандалии Гладиаторы И какой-то тренд Который Он может быть какой угодно Это топ-5 Покроет вам все ваши нужды на лето И вы проведете лето стильно Модно и классно Еще хочу отметить Один маленький нюанс Что я говорила в самом начале Если вы ищете обувь, которая подходит под все Обратите внимание на правильный нюдовый цвет Нюдовый цвет Он тот цвет, который подходит под все Например, с моим цветом кожи Мой нюдовый Это нюдовый более на розовинку То есть такой нюдовый Его называют блаж То есть такой нюдовый румяный И еще мой маленький вам тип Несмотря на то, что есть тренды, модницы Вы знаете, мое личное мнение Что тренды и моду создаем мы Я понимаю, что все, что мы видим на подиумах Нам кажется, что вот этот тренд следующего сезона Это модно Но вместе с тем Модны те люди, которые проявляют свою индивидуальность Которые проявляют свой вкус И именно они становятся трендом Именно они становятся теми людьми, на какого мы смотрим У него хочется так же одеваться Поэтому проявляйте свою индивидуальность Создавайте свою моду Создавайте свой стиль Выбирайте оригинальные вещи Которые будут подчеркивать ваш характер И будут рассказывать нам, видя вас, кто вы Ну что ж, я надеюсь, вам было интересно На сегодня все Мы увидимся очень скоро Субтитры сделал DimaTorzok